здравствуйте дорогие друзья рад всех приветствовать на традиционном вечернем вебинаре напишите пожалуйста как меня видно как слышно собственно вот черный экран у нас одолевал и на первом вебинаре в 12.00 сергей анатольевич слава богу я сумел справиться приветствую вас дамы и господа на традиционном вебинаре для новичков то есть мы проводим два раза в день на текущий момент собственно это в 12.00 и в 19.00 по москве сразу за вебинаром для новичков следует вебинар технико-экономически расширенный то есть это уже конкретная расширенная версия где мы обсуждаем различные текущие вопросы как текущие так и ближайшего будущего так собственно наше предположение теории и обоснование этих теорий то есть это такой более научный экономический вебинар ну естественно все направлено на объяснение по нашей технологии skyway по общему проекту skyway и соответственно все направлено только на развитие струнной технологии антония дардача юницкого и сейчас давайте перейдем пожалуйста к опроснику чтобы понять сколько новичков у нас сегодня присутствует меня зовут сходов алексей я являюсь руководителем отдела адресных проектов и руководителем отдела внешне экономической деятельности skyway инвест групп это основной институционный фонд который привлекает на данный момент инвестиции корневую компанию собственно основан он был в октябре 2014 года и работает по сей день пожалуйста новички те кто не умеет голосовать просто поставьте нолик чат если вдруг не проголосовали но хотел бы всем напомнить что данный вебинар направлен именно на привлечение новичков то есть здесь мы говорим примерно однотипные вещи даже вступление мы однотипные и мы отрабатываем именно идеальный сергей анатольевичем вебинар собственно этот вебинар 2016 году мы вам представим и запишем уже в студийном качестве с различными визуализациями далее переведем на другие языки это будет мощный материал для вхождения в проекты для изучения технологии skyway и для донесения быстрого и эффективного донесения информации о проекте skyway любому человеку которому вы пожелаете рассказать о нашем проекте дамы и господа новички поставьте пожалуйста еще раз прошу цифру 0 в комментариях в чате чтобы конкретно понимать что вы новичок то есть 7 человек уже 8 те кто не голосовал пожалуйста ставьте 10 еще пожалуйста проголосуйте а я собственно тем временем начну данный вебинар охватывает несколько тем то есть это в первую очередь основы преимущества технологии skyway вкратце мы даем технические характеристики обоснования почему технология skyway является наиболее перспективной так скажем и естественно затрагиваем технологические уклады естественно затрагиваем историю развития и естественно объясняем почему собственно была выбрана схема именно народного финансирования проекта skyway несмотря на то что проект развивается уже более 30 лет и многие на самом деле уже этапы были пройдены мы дамы и господа сейчас подходят с вами завершающим этапом именно пред демонстрации сертификации как только будет в весной максимум лето осень почему лето осень это зависит от фактора финансирования то есть будет достаточно либо недостаточное финансирование но я могу сказать что весной у нас уже хватает инвестиций и хватает потенциала финансирования для демонстрации легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта по классификации мы называем их юнибайк и соответственно осенью вы увидите уже при достаточном финансировании я могу сказать что финансирование будет более чем достаточно после демонстрации сертификации первых юнибайков мы уже продемонстрируем грузовой струнный транспорт и городской пассажирский транспорт и так давайте немножко с вами погрузить погрузимся именно само понимание что такое skyway и транснет и соответственно я могу сказать что основой каждого технологического уклада ядром является какая-либо технология то есть это открытие которое кардинально меняет жизнь человека кардинально меняет процессы происходящие на промышленных в том числе производства и собственно как когда-то изобретенный открытый именно эффект пьезоэффект так называемый то есть это модуляция через кремний электромагнитной волны и и соответственно применение это в таких сферах как микроэлектроника создание компьютеров создание мобильных телефонов смартфонов планшетов и все электроники без которой мы на самом деле не можем на сегодняшний день представить вообще жизнь и как раз таки основами были кремниевые технологии на основе вот этого пьезоэффекта и пятый технологический уклад породил интернет породил сеть виртуальную сеть которой мы все с вами пользуемся и на сегодняшний день информация денежные переводы телефонные переговоры различные процессы совершенно происходит за мгновение но к сожалению скорость перемещения заставляет задуматься о том что перспективы развития данного направления колоссальны и то что скорость железнодорожного перемещения железнодорожного подвижного состава 15-20 километров в час средняя скорость соответственно это формирует недостачу десятков миллиардов долларов каждый месяц в различных сферах которые связаны с транспортными логистическими перевозками и мы позиционируем шестой технологический уклад то есть новую эру новую эпоху как будущую мировую транспортную энергетическую коммуникационную и даже социальную сеть сеть транснет сеть ближайшего будущего которая основана как раз таки на струнных технологиях анатолия эдуардовича юницкого и сегодня действительно skyway это недостающее звено как в будущей мировой логистики будущей мировой логистики которая обладает потенциалом в триллионы долларов так и в текущей мировой логистики настоящего времени и на я думаю на следующей неделе мы осветим тот факт что многие показатели индексы в том числе транспортных перевозок падают до критического минимума до исторического минимума и это показатель что действительно транспортную сферу транспортную инфраструктуру нужно менять как когда-то заменили в живой транспорт на автомобили как когда-то появились первые паровозы первые пароходы и далее соответственно по развитию технологических прогресса формировались новые технологии а технология skyway на самом деле появилась более 30 лет назад то есть более 35 лет назад я бы сказал и соответственно родилась она в первую очередь в голове гениального ученого изобретателя ныне генерального директора генерального конструктора и президента международной группы компаний skyway анатолия эдуардовича юницкого то есть все начиналось на самом деле с представления технологии на глобальной достаточно конференции по не ракетному освоению космоса то есть была представлена конкретная методика и конкретная технология вывода промышленности в открытый космос но на тот момент мир не был готов потому что тогда я не был даже изобретен интернет и соответственно так как данная технология требует общепланетарного соглашения то время на тот момент не пришло но и собственно время технологии skyway я бы сказал что пришло буквально несколько лет назад потому что достигнута критическая отметка стоимости нефти достигнуты критические показатели развития многих развивающихся стран извиняюсь за тавтологию но это действительно так и в нулевых годах уже в железе в реальном воплощении при финансировании губернатором красноярского края александром ивановичем лебедем то есть это исторический так скажем момент и александр лебедь сыграл огромное значение в развитии технологии skyway соответственно мы всегда будем помнить об этом опыте об этой индустрии инвестиции инвестиции как времени так денег так и просто веры веры в проект и соответственно в 2001 году была продемонстрирована технология skyway второго поколения то есть зил поднялся в небо зил уходящим небом называемого и были испытаны показатели путевой структуры технические характеристики и собственно вторым поколением технологии skyway можно назвать как раз таки путевую структуру путевую структуру skyway которая выдержала данный многотонный зил и все обладировали стоя но тогда еще время не пришло чтобы в очередь выстроились за адресными проектами потому что реальные модели именно подвижного состава не было показано и данный полигон был профункционировал до 2009 года 2009 году была произведена презентация президенту на тот момент дмитрию анатольевичу медведеву губернатором ульяновской области с водимом морозовым и соответственно по каким-то обстоятельствам причинам несмотря на то что был выделен миллиард на развитие данной программы но через неделю после госсовета в российской федерации по инновациям транспорте приехала бригада и полигон снесли срезали спец техникой используемой и соответственно буквально он был стер с лица земли но все кто желает посетить московскую область город озера сможет увидеть останки так скажем было былой славы данного технологического тестового участка который продемонстрировал возможности skyway именно второго поколения и данный зил был подвижной лаборатории которая позволила учесть усовершенствовать технологии skyway и произвести многие расчеты которые до этого момента были невозможны к реализации и в 2013 году друзья вот почему вот ролик ставлен небесные дороги наши небесные дороги этот способ развития называется народное финансирование поэтому сегодня на вебинаре для новичков присутствует 224 человека и соответственно днем у нас присутствует иногда 200 иногда даже 300 бывало 350 и соответственно вечерних вебинарах по 400 по 600 человек мы стремимся к тысячам и мы выйдем на эти показатели потому что проект набирает популярность каждым днем и это та форма развития та форма взаимодействия с потенциальным заказчиком с потенциальным инициатором адресного проекта с потенциальным инвестором которым может быть физическое лицо которым может быть юридическое лицо в 2013 году Анатолий Эдуардович не побоялся выбрать данную казалось бы рискованную форму развития она принесла тот эффект который позволил достичь максимальных показателей по сравнению за предыдущие 30 лет и это говорит что о том что вектор развития был выбран действительно верно и правильно и корректно самое главное и сейчас мы реализуем уже создана техническая документация то есть этот этап был пройден и более того полученная земля в августе 2015 года также летом 2015 года было сформировано научно-производственное конструкторское предприятие и сейчас мы вплотную вышли на стройку так скажем и формируем уже конкретные объекты создаем конкретные объекты такие как анкерная опора которая является одновременно и станции с зелеными насаждениями которая принимает на себя всю нагрузку от струнной путевой структуры от того веса который будет перемещаться по этой путевой структуре и соответственно уже установлено в районе 19 промежуточных опор то есть это уже можно лицезреть на мариной горке минская область республика беларусь и собственно мы развиваем различные направления на самом деле городской пассажирский транспорт грузовой транспорт skyway высокоскоростной то есть что касается городского это юнибус грузовой уникар высокоскоростной юни лед но появившийся чуть больше полугода назад стратегическая точка входа в рынок юни байк то есть это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт имеющий возможность также перемещение с помощью велотяги и экономии экономии значительно экономии электроэнергии если человек будет крутить педали то есть мы позиционируем данный транспорт не как транспорт даже как больший аттракцион и это fitness эко аттракцион естественно транспорт перемещением можно говорить но по сертификации это не будет являться транспортом это не будет являться высокоскоростным электрическим трамваем как подвижной состав А будет являться, соответственно, аттракционом. Но это является точкой входа как раз-таки по направлению юнибайков. На сегодняшний день мы проводим множество переговоров. Только за конец 2015 года я могу назвать такие города, как Челябинск, Самара, Дублин, Ирландия. Сейчас уже готовится Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань. Также по Красноярску ожидайте очень серьезные новости, дамы и господа активисты, кто продвигает проект по Красноярску. Незапно появились необходимые связи и выходы на высших лиц и чиновников Красноярской области. И, соответственно, различные многие города. Я не говорю уже про те проекты, которые были инициированы и проработаны за 30 лет. Я не говорю про 2019 год, когда уже арабы подписали договор о намерениях реализации и строительстве линейного города. То есть это целая инфраструктура, это не только путевая структура и подвижной состав, но это и жилые комплексы, скайхаузы, это анкерные опоры, которые являются одновременно высотными зданиями, различными комплексами, торговыми, офисными помещениями. И, соответственно, это, можно сказать, мини-город. Это линейный город, город нового поколения. Мы называем его еще Скайград. Что касается преимуществ направления технологии Skyway, то тут невозможно на самом деле спорить. И спорить никто не собирается, потому что уже в ближайшее время мы представим всего несколько страниц, но конкретных исследований, результатов исследований уже не независимых австралийских исследователей. У нас есть результаты независимых исследователей, но это целенаправленное изучение вдоль и поперек как технологии, так и компании, так и взаимодействия юридического и финансового. И результаты поразили самих австралийцев. Виктор Бабурин, директор по развитию группы компании Skyway, поедет уже с серьезной делегацией в Австралию. И я думаю, что вернется с очень хорошими новостями, потому что австралийцы, те проекты, которые были инициированы Родом Хуком, который присоединился зимой 2015 года, изучал более 6 месяцев нашу технологию. И опять же, повторюсь, вдоль и поперек самого проекта, момента взаимодействия с компанией. И сейчас он инициировал более 10 различных адресных проектов по освоению различных месторождений в Австралии. То есть это не была еще создана концепция кольцевой дороги вокруг Австралии. Это сотни миллиардов долларов потенциал. И, соответственно, я думаю, что контракты сотни миллионов долларов, пока не миллиардов, будут не за горами. То есть это объективная реальность, и австралийцы готовы финансировать сами. Также, так скажем, стояли и стоят в очередях серьезные банкиры. Но я думаю, что они будут финансировать, если не русские проекты, то в Дублине, Ирландии это будет высокопривлекательный проект с дальнейшим распространением на транспортную туристическую сеть. Транспортную туристическую сеть юнибайков и, соответственно, скайпарков. И что я могу сказать очень примечательно о долговечности, что срок службы путевой структуры более 100 лет. Если говорить про безопасность, то это система автоматизированного управления, это беспилотное управление, это, естественно, идеальная ровная поверхность пути, это, естественно, устойчивость к террористическим атакам, это абсолютная ресурсность и снижение затратных частей как в материалах, так и в топливе. На следующих слайдах я покажу. И абсолютная инновационность. Но даже невзирая на абсолютную инновационность, вы не получите огромную стоимость подвижного состава. То есть он не будет стоить десятки тысяч долларов, это будут максимум тысячи долларов. То есть от тысячи до пяти тысяч, в зависимости от комплектации, будет стоить подвижной состав, который будет обслуживаться, более того, я вам скажу, специальными пунктами техобслуживания, станциями техобслуживания. Вы не будете заботиться ездить на техосмотр, как мы это делаем на автомобилях. Соответственно, этим будут заниматься службы международной группы компаний Skyway. И вы будете заботиться о том, чтобы, собственно, вас радовал ваш салон, ваше купе и ваше место, где вы будете находиться при перемещении по сети Transnet. И, дамы и господа, перейдем к самому главному, что касается технологии Skyway, это очень серьезная аэродинамика. То, что транспорт второго уровня и транспорт находится над землей, это уже увеличивает показатели аэродинамики более чем в два раза. Коэффициент аэродинамического сопротивления лучше, чем у многих спортивных автомобилей, например, как у Bugatti Veyron, а также современных военных самолетов-истребителей. КПД колеса за счет площади, минимальной соприкосновения с площадью, по которой перемещается самого колеса, так как это сталь по стале, КПД 99%. И поэтому мы называем рельсовый автомобиль, то есть рельсовый подвижной состав, перемещающийся по особой путевой структуре. Что касается путевой структуры, то это абсолютно легкая ажурная конструкция. Почему называется струнная дорога? Почему называются небесные дороги? Потому что, когда вы будете смотреть наверх, то вы будете видеть небо. Транспорт находится на втором уровне. Он не бучивает ваш взор, то есть не будет необходимости строить друг за другом. Это при максимальной только загрузке параллельно нужно будет строить дополнительные пути сообщения сети Transnet. Но в основном это будет один, максимум два пути нагрузки. Я могу сказать, при городском пассажирском транспорте это 10-20 тысяч человек в час. Вдумайтесь в эту цифру. Это емкость и потенциал выработки современного, например, московского метро в часы пик. И почему называется струнная дорога? На самом деле струна была взята названием не просто так. То есть это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерной опоры путевая структура, которая состоит из проволок, которые, соответственно, растянуты, напряжены и закреплены. Далее идет, по картинке вы видите, моноличивание либо эпоксидным материалом, либо бетоном и так далее. И далее ставится инновационная специальная головка рельса. И даже колесо, оно инновационное. Оно не коническое, как у подвижного железнодорожного состава. Оно абсолютно инновационное. Соответственно, скорость перемещения достигается до 500-600 км в час. И, соответственно, оно абсолютно бесшумное. Ни о каких вибрациях, деформациях, дискомфорте перемещения не может быть и речи. И за счет того, что достижены очень высокие показатели аэродинамики, то наблюдается значительная экономия как топлива, так и материалов при эксплуатации. Это очень важно и очень серьезно влияет на стоимость одного километра не просто путевой структуры, но и готовой инфраструктуры. Которая включает в себя систему автоматизированного управления, которая включает в себя различные станции, промежуточные, анкерные опоры, которая включает в себя подвижной состав, которая включает в себя эксплуатационные, капитальные затраты и многое-многое другое. То есть это в разы меньше, чем на сегодняшний день представляют наши конкуренты, которых мы на самом деле по строительству сейчас уже обогнали. Это технология Hyperloop, Elon Musk, который изобрел Tesla автомобиль и против 30-35 миллионов долларов за милю, а миля это 1,7 километра, то соответственно у нас от зависимости от рельефа, применения технологии Skyway, климата от полутора до соответственно 8-9 миллионов долларов за километр. Не просто путевой структуры, но и готовой инфраструктуры. То есть это, так скажем, законченное ключевое решение, которое как только оно будет создано, то, как говорится, есть квартиры, заезжай и живи. Здесь, собственно, сел и поехал, либо в качестве инвестора используй и получай прибыль. И, друзья, на самом деле вот это вот мы сейчас все рассказываем, это все хорошо, но было бы ничто, если бы не было начато строительство. Уже испытаны модели 1 к 10, уже испытаны модели 1 к 5. Никаких провисов и так далее, деформаций при испытании этих моделей путевой структуры не наблюдается. То есть с помощью специальной лазерной метки я сброшу в чат специальные видео, записанные конкретно по данным экспериментам нашего экспериментального отдела. Можете посмотреть, передать тем людям, которые будут сомневаться. Но больше всего сомнения убирает то, что действительно стройка ведется и, соответственно, не возникает сомнений, что уже в ближайшее время, начиная с весны 2016 года, начнется сверхбурный рост инвестиций данный проект. Потому что многие сейчас наблюдают, многие на готове держат, так скажем, и руки чешутся. Руки чешутся инвестировать, потому что на сегодняшний день, только за сегодня, собственно, деньги растаяли, я могу сказать, конкретный показатель на 2,9%. То есть у меня биржевые котировки и так далее, показатели валют всегда находятся перед глазами. На 2,9% на сегодняшний день сбережения в рублях подешевели. То есть люди стали беднее на 2,9%. И крупные инвесторы также об этом думают. Соответственно, они имеют цель даже не приумножить свои сбережения, но хотя бы сохранить. И как раз-таки адресные проекты Skyway, которые начнутся с применения юнибайков, это уже десятки миллионов долларов адресные проекты, далее сотни миллионов долларов. И мы перейдем на такие серьезные проекты высокоскоростных трасс, как Кольцевая дорога вокруг Австралии, как Ханой-Хашимин, как Санкт-Петербург, Владивосток, как Терса-Лондон. Но все постепенно, никогда еще технологическое развитие не развивалось скачками. И, соответственно, если бы у нас не было этой точки входа стратегически важной создания юнибайков, то, соответственно, мы бы могли напороться на конфронтацию, на борьбу, на конкуренцию. Но мы знаем, как входить в транспортный рынок без конфликта с современными транснациональными корпорациями. Лично меня этот вопрос интересовал и волновал при вхождении в проект. И, друзья, на самом деле, сегодня, здесь и сейчас, в свете даже тяжелой экономической ситуации, у нас есть с вами шанс. Я этот шанс использовал, Сергей Анатольевич этот шанс использовал. И более 150 тысяч людей, которые зарегистрированы, кто-то использовал, кто-то наблюдает, но, тем не менее, они попали в информационное поле. Если кто-то не использовал этот шанс, то рано или поздно он его использует, потому что невозможно будет за этим наблюдать, что на ваших глазах уже воплощается технология нового века, нового тысячелетия, я бы сказал. И сегодня ни мы, допустим, точнее, ни наши родители, ни наши внуки, ни наши правнуки и так далее не смогут использовать этот шанс, потому что закрытие корневой технологии мы прогнозируем в 2016 году. Либо частично, либо полностью. И на самом деле, ваш выбор, ваше решение, инвестировать в данную технологию или нет. Но одну могу сказать, что на сегодняшний день уже многие ведущие специалисты следят за нашей технологией, не просто следят, а приезжают с делегациями. Например, Гришин Сергей Анатольевич, Жириновский Владимир Вольфович в открытую говорит по телевидению о необходимости применения струнной технологии. Хазин Михаил Леонидович еще в самом начале говорил о перспективах развития транспорта Skyway. Делягин Михаил Геннадьевич, Леонтий Леопольд Тигревич и многие-многие другие. И на самом деле количество людей возрастает с каждым разом. В конце вебинара для новичков я дам слайд и в чате продублирую информацию о промокодах, который дает возможность войти на самых привлекательных условиях сегодня, здесь и сейчас, в проект Skyway. Потому что, повторяю, вход может быть закрыт в любой момент в 2016 году именно в корневую технологию. Да, у вас будет возможность инвестировать в адресные проекты, но не будет возможности инвестировать уже в корневую компанию. О тысячах процентах прибыли и речи быть не может уже тогда. И, соответственно, только инвестируя сегодня в корневую компанию, вы сможете обеспечить будущее как себе, так и будущим поколениям своим. И, собственно, далее уже инвестировать, уже уходить на реинвест, прибыли от будущих дивидендов и так далее. Инвестировать в адресные проекты. Потому что на сегодняшний день международная компания Skyway создает процесс, который не применял никто и никогда. Мы не просто создаем сеть людей, заинтересованных в развитии проекта. Мы создаем сеть людей, формирующие будущую сеть потребителей. Этого нет у Apple, у Google, у Microsoft. Этого нет ни у кого. И это наша сила, это мощь. Пожалуйста, давайте этим пользоваться. И, соответственно, это, я думаю, великолепная причина. Действительно, бежайте рассказывать об этом проекте всем и каждому. Потому что это экономический ковчег. Это спасение в текущей ситуации нашей жизни, нашей экономики, нашей страны. Благодарю за внимание. С вами Алексей Сходов. Всех приглашаем на расширенный технико-экономический вебинар, на котором мы поговорим о шестом, седьмом технологическом укладе. И мы сделаем описание те, которые никто еще никогда не делал. Я не побоюсь этих слов, потому что это действительно так и есть. А сейчас я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Сергей Анатольевич, вам слово. Так, добрый вечер. Вот, но я опять прослушал еще раз у меня Алексея. Я думаю, что как слышно, нормально? Хорошо все? Вот, а то мы сегодня на дневном вебинаре, у нас техника что-то подвела. Я не смог зайти в дневной вебинар для начинающих. Вот, Алексей исчерпывающий дал информацию. То есть, я думаю, что для тех, кто первый раз зашел, новички, то есть, представление и понимание есть. Я просто могу со своей стороны добавить, как человек, занимающийся экономикой, макроэкономикой, прогнозом. То есть, сейчас мы начнем вторую часть, не вторую часть, а второй вебинар уже для тех, кто в проекте, потому что мы разделили новичков, чтобы не взрывать и не разносить мозги. То есть, тем, кто уже в курсе ситуации, потому что сразу окунуться в IT и увидеть такое количество информации, которое не готово к восприятию, очень тяжело. И мы сделали вот эти вот вебинары для новичков. Я считаю, очень хорошая такая форма. Мы по-разному ее позиционируем, вывести мы их будем вдвоем. Часто будет подключаться Арманд. Это тоже наш очень активный директор, который также два года назад начинал как обычный инвестор, как человек, который интересуется проектом. А сегодня это один из ведущих директоров, возглавляющий там компанию уже в Лондоне, в Ирландии, еще в ряде с... То есть, это активнейшая работа, которая идет уже вот именно в западном направлении таком, по адресным проектам. И мы дальше на вебинарах будем давать и показывать это научность, то есть, показывать, как концептуально развивается, как это все вкладывается в технологическую теорию, как это вкладывается в технологические закономерности, то, что происходит, и почему возник интернет, почему дальше возник транснет, то есть, основой которой являются струнные технологии. Что будет дальше? Это с точки зрения экономики, макроэкономики. Мы анализируем экономические ситуации. Вот сейчас на следующем вебинаре как раз у нас очень много событий произошло за эту неделю. То есть, это экономический форум и заявление председателя правительства и падение, очередной скачок падения цен на нефть, очередной скачок национальной валюты, обесценивание валюты в Киргизии, обесценивание валюты в Азербайджане, обесценивание валюты сегодня в Венесуэле. Она вообще сегодня уходит практически в ноль. Очень интересная ситуация сегодня развивается в Китае, которая напрямую влияет. И вот это все как раз, друзья, мы рассматриваем уже не просто с точки зрения экономического анализа, и мы здесь как очередная аналитическая передача, которая по телевизору вещает о том, почему мы живем плохо и почему мы еще будем жить намного хуже. Вот, поэтому мы, друзья, все это рассматриваем через уже технико-экономическую теорию Skyway, Transnet, мы анализируем, показываем и выводим к тому, к чему надо готовиться, что делать, и, соответственно, выходя из логики инвестирования, то есть мы показываем логику развития проектов и, соответственно, даем людям информацию, чтобы сами принимали решение по тому, как дальше ориентироваться, по тому, как дальше относиться к тому, что происходит, и, соответственно, как себя вести и как, соответственно, относиться к вот этим внешним воздействиям, которые, казалось бы, критические, катастрофические. Поэтому, друзья, тот, кто из новичков сегодня увидел, услышал о информации, о проекте. То есть здесь по-разному люди пришли в этот проект, разное время находятся в проекте. Я почему так более-менее владею информацией, и на моих глазах сейчас происходит уже не первое запуск и становление именно технологии Skyway, струнных технологий Юнистского. Я знаком с Антолиарчем более 15 лет, и в проекте участвовал в запуске еще первого полигона и конструкторского бюро, которое запускалось в 2000 году. Это сегодня уже все история, но это подход к тому, что мы сегодня имеем, и что мы сегодня развиваем, и какие результаты мы, соответственно, ожидаем благодаря тем многим-многим годам работы, которая сегодня дает результат. И это уже я сейчас обращаюсь к тем, кто приходит не первый раз на вебинары, а кто использует эту работу уже для того, чтобы получать информацию, для того, чтобы четко структурировать понятия и основные термины и показатели, которые надо для того, чтобы дальше нести информацию. Поэтому мы, друзья, сейчас еще будем, наверное, пару месяцев с Алексеем, с Армандом отрабатывать такую идеальную форму презентации, меняя ее по сути, меняя ее по донесению, меняя ее по акцентам, но для того, чтобы либо взять ее в записи, показать, либо, посмотрев основные вещи, которые есть, вы могли донести информацию о проекте SkyWay любому человеку, который с этим не знаком, любому человеку, который в той или иной мере сегодня смотрит и думает о том, что должно произойти, или какие изменения должны произойти, чтобы ситуация сегодня изменилась в лучшую сторону. Вот это, соответственно, друзья, мы готовим, делаем, и это в поддержку тех, кто продвигает активно проект, потому что мы работаем с помощью именно народного финансирования, с помощью краудинвестинга, доведения информации от человека к человеку. Это наш для этого более правильный сегодня подход, когда мы обучаем людей, когда мы доводим информацию, люди ее понимают, несут дальше, рассказывают следующим людям, и поэтому строится именно большое сообщество заинтересованных людей. Не как общая реклама донести до всех, а потом отобрать тех, кому проект понравился, а о том, чтобы уже на уровне доведения информации отбирались люди, которым это надо, интересно. Соответственно, мы проводим обучающие вебинары, связанные с инвестиционной грамотностью, связанные именно с технологическими основами проекта. Огромное количество идет обучающих пакетов, обучающих программ, которые сегодня находятся на наших ресурсах, которые можно также взять и воспользоваться. Огромное количество мы ведем и живых конференций практически каждую неделю в различных регионах страны. То есть работа ведется очень серьезно, и сегодня в общем в проекте участвует уже больше 240 тысяч человек. Соответственно, они объединены в разных структурах, это разные точки входа в проект, но задача наша – это финансирование и создание демонстрационной базы в Марьиной горке, это под Минском, для того, чтобы эта технология пошла, пришли заказчики крупные, соответственно, игроки, которые строят и транспортные, и спортивные экскурсионные трассы, и крупные инвесторы. Поэтому, соответственно, вся эта работа сегодня ведется, и она дает очень серьезные результаты, об этом мы будем говорить уже во второй части. Ну а для тех, кто первый раз услышал, я считаю, что той информации, которая сегодня вам доведена, ее вполне достаточно, чтобы для себя принять решение. Я могу сказать, что по опыту мы уже видим, что 99% кто приходит на эти вебинары первый раз, остаются потом на вебинар, который будет следующий уже для расширенного, для тех людей, которые понимают, что такое Skyway и принимают активное участие уже в его продвижении. Ну а дальше, я могу сказать, что очень большое количество потом этих людей становится нашими партнерами, инвесторами, те, кто активно производит проект. Потому что он активнейшим образом сейчас идет по расширению, то есть если 15-й год у нас был становлением Skyway, когда наша задача была сформировать конструкторское бюро, определиться место со строительством демонстрационного полигона, сформировать краудинвестинговую систему, которая обеспечит стабильное финансирование, и доводить эту информацию до большего количества людей. И это эти все задачи в 15-м году нами выполнены. 16-й год мы называем годом Skyway. Это всеобщее, когда все население страны узнает о Skyway, все население практически земли и евразийского пространства будет знать, что такое Transnet, что такое Eurasian Transnet, какие возможности, какие перспективы это будет давать. И, соответственно, мы уже будем запускать адресные проекты по различным городам, регионам, которые будут уже в городах непосредственно, Алексей их уже перечислял, где будет непосредственно уже в этом году, в 16-м году начато строительство. Следующий год, 17-й год, это уже будет такое развитие дальнейшего пассажирского транспорта с увеличением скоростей. Мы будем видеть уже скоростной Юнибус, который будет преодолевать скорости 200, 300, потом 400 км в час. В дальнейшем, конечно, будут выводиться уже на скорости 500 и более км в час. Соответственно, все это уже испытания, это сложнейшая аэродинамика, это сложнейший комплекс работ по доведению именно уже аэродинамических качеств Юнибусов, потому что это основное при скоростном движении, как Алексей уже говорил. И эта вся работа будет 16-17 год. Наша задача, как именно финансово-инвестиционной группы, Skyway Invest Group, это доводить информацию, это показывать людям, что и каким образом они будут получать еще и личный интерес и личную выгоду от того, что на раннем стадии входят в проект. Мы будем показывать капитализацию адресных проектов, которые, собственно, и будут, из чего будут складываться дальнейшие прибыли. Мы будем показывать, почему венчурная премия, которая сегодня сразу обозначается, будет защищена, будет доводиться до тех партнеров, которые входят сейчас на ранней стадии. И следующий момент, что мы сейчас уже активно ведем работу, и она идет все по нарастающей, и конец этого года, следующий год, краудинвестинг будет закрыт для входа, вот именно таким венчурным финансированием. Он будет закрыт именно заказчиками, которым будет интересно участвовать в технологии, строить конкретные трассы. И за счет этого будет дальше осуществляться финансирование программы. Но при этом мы планируем, что краудинвестинг дальше будет именно использоваться как механизм инициации запуска адресных проектов во многих городах, странах, регионах. И это тоже большая работа, которую мы сегодня ведем, именно как инвестиционная группа. Поэтому, друзья, у нас по традиции, которую мы сейчас завели, что между вебинаром для начинающих и потом для нашего такого же ставшего традиционного вебинара по средам 13 для Сибири и Дальнего Востока и 20 для европейской части. Мы делаем перерыв, в который мы ставим наиболее важные сегодня информационные репортажи, которые идут уже, как говорится, с полей. А сегодня, я могу сказать, есть интереснейший репортаж, с анализа и описания которого мы начнем наш следующий вебинар на 20 часов, где собираются уже сторонники, союзники, я бы сказал, партнеры. И я могу сказать, что вот этот вебинар на 13 и на 20 часов, насколько его сегодня уже интересно и очень приятно вести, потому что, когда видишь 500, 700, а иногда мы собираем там и по 1000 человек, когда комната затыкается, бывали у нас и такие моменты. И сейчас мы уже действительно задумываемся, ну, уже реально прорабатываем вопрос о распределении комнаты до 2000 человек, потому что с тем активным развитием и как активно идут люди, комната у нас, это рассчитано на 1000 человек, она, вот, в прошлый понедельник она не выдержала нагрузки, которые на нее дали, то есть человек 300 не смогли зайти. Вот, пока с Алексеем, вот те вебинары, которые мы сейчас ведем традиционные, они только-только подбираются к 1000, но этот вопрос тоже не за горами. Поэтому это как раз уже единомышленники, это те, кто уже работает, активно развивает, а мы, естественно, наша задача это все давать информацию, которая будет все более и более интересна, мы даем стимулы для того, чтобы людям было более и более интересно работать. И второй вопрос, что это все-таки и бизнес, который мы сейчас отстраиваем, чтобы люди, которые развивают проект, чтобы в этом была и бизнес-заинтересованность, и эта модель тоже очень качественно работает, потому что люди, которые активно работают, несут информацию по той системе сетевого бизнеса, которую мы отстроили, это еще и реальный заработок, И я считаю это абсолютно правильно, потому что чем тратить на рекламу, на пиар и на такие, мы лучше будем стимулировать людей, которые несут нужную нам информацию и которые сами участвуют в продвижении проекта. Я сам взял за правило, что я каждый месяц, ну я в основном работаю с крупными инвесторами, то есть у меня в моем активе есть люди, которые я привел в компанию, которые инвестировали по 150, по 100 тысяч фунтов. Сейчас у меня есть целая такая когорта людей, которые инвестируют по 50 тысяч, которые взяли вот эти пакеты в расстрочки по 10 тысяч долларов. Но это друзья, все-таки определенная квалификация и я не призываю, не говорю, что вы завтра будете работать и убеждать и делать доказательную базу для такого рода людей. Нет друзья, это наша совместная работа, для этого мы проводим вебинары, для этого конференции, обучаем людей и вы когда встречаетесь с такого рода людьми, которым интересно, но им нужна доказательная база, обращайтесь к людям уже более опытным, кто в проекте. Выходите вплоть до Алексея Суходоева, Армонда, когда необходимо обращайтесь ко мне. У меня постоянно идут обращения от наших партнеров, я никогда не отказываю, когда надо провести консультации, надо провести работу. Я буквально на прошлой неделе общался с рядом, ну не рядом, а там двумя мэрами городов, когда попросили с ним включиться и объяснить ряд вопросов. Поэтому друзья, это вся работа, которая направлена на то, чтобы отвечать на все вопросы, связанные с проектом Skyway. Для этого мы как раз и организовали эту информационную работу, информационный портал, который сегодня активно работает и благодаря которому развивается Skyway. Все, друзья, перерыв на 10 минут, а мы, соответственно, сейчас запускаем информацию, которую вам хотели бы донести перед следующим вебинаром. Теми, кто информация эта не заинтересовала, кто не заинтересовался в проекте, я прощаюсь. Поэтому вы, наверное, потратили время и больше мы с вами не увидимся. Ну а те, кто переходит на 20-часовой вебинар, я вас буду еще раз приветствовать. Я думаю, что вы еще увидите много чего сегодня интересного. Так, друзья, небольшая пауза и переходим на следующий наш традиционный 20-часовой вебинар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!